отрезок достаточно большой здесь вот если вы присмотритесь написано длина 23 нарисовал сдвинулся здесь и здесь на одно и то же состояние и нарисовал сдвинулся еще на такое же состояние и нарисовал в общем у него все время был бы сдвиг здесь и соответственно вопрос что это закрывает давайте я поставлю вот имеется отрезок который проходит следующим образом вот здесь вот отрезок а здесь д минус а а меняется а д постоянная величина вопрос что это закрывает на самом деле ответить на этот вопрос очень легко почему потому что вы можете взять и просто написать уравнение здесь у нас x если здесь у нас или то уравнение в них такое x разделить на а плюс X делить на b минус а равно это 1 объясняю почему потому что если вместо x подставить а вместо y0 будет аа то плюс 0 равно единица достигнута и наоборот если вместо x подставить 0 поместью rd минуса то здесь будет 0 то здесь будет 1 тоже все хорошо вот вам прямая захотите взять другую прямую ну чуть-чуть изменим а у вас проходит как эта другая прямая то есть x разделить на B плюс Y разделить на D минус B равно 1. И сделаем так. Решим эту систему и после этого B устремим к A. Надо просто умножить обе, вот это на D минус A, а это на D минус B. Получится, когда на D минус A умножаем, получится и D разделить на A минус 1 умножить на X плюс Y равно D минус A. А когда на D минус B умножаем, получится D разделить на B минус 1X плюс Y равняется D минус B. Замечательно. Вычитаем из верхнего уравнения нижнее. Понятно, что получается. Здесь B минус A, а здесь получается D разделить на A минус D разделить на B, это умножить на X. Ну, замечательно. Если мы D вынести за скобки, получится понятно, что D выносим за скобки. Здесь получается B минус A умножить на X, это есть AB умножить на B минус A, сокращаем на B минус A, получается, что X это AB разделить на D. Ну, замечательно. Представляем теперь, например, верхнее уравнение. Тогда будет так. B дитых, да, а скотилось, плюс Y разделить на D минус A равняется единице. Представляем, X равняется AB разделить на D, да, сюда. Вместо X подставляем AB делить на D, да, A сокращается, получается, B делить на D, переносим 1 минус B делить на D, значит, D минус B делить на D. D минус A, вот так получается. Теперь, представитель, когда X стремится к A квадрату делить на D, вот, вопрос, как это уравнение записать попроще? Да очень просто. Корень из X, это у нас с вами будет A делить на корень из D, а корень из Y, это D минус A делить на корень из D. Для вот этой вот линии, уже для предельной линии, то, что называется огибающая, у нас получается замечательное соотношение, значит, в пределе, это будет D делить на корень из D, то есть просто корень из D. На самом деле, это замечательный пример. Конечно, это легко записать, и если вы X перенесете сюда, вы выйдете в квадрат, это будет так, это будет D плюс 2 корня из DX плюс X, да, минус, правда, того, что принесли. Так вот, после этого вы можете записать так, 2 корня из DX, это D плюс X минус Y, если в квадрат возвести, 4DX, это D плюс X минус Y в квадрате. Суравнение второй степени, это парабола, да? На самом деле это парабола, легко понять, что на систему координат, вот так вот идет ось ординат, вот так вот пойдет, то есть абсцисс, чтобы это было по работе. Не знаю, мне кажется, вполне замечательный пример. На самом деле, огибающих в математике довольно много. Один из известнейших примеров, это когда вы берете отрезок не вот по тому принципу, как сейчас, а по принципу, чтобы длина у него не менялась. Тогда различную область легко посчитать, и у вас получится другое уравнение, не X в степени 1,2 плюс Y в степени 1,2 равно 2 в степени 1,2, а у вас получится такое уравнение, X в степени 2,3 плюс Y в степени 2,3 равняется D в степени 2,3. Так называемая астроида. Значит, повторяю, что ровно такое же вычисление, если вы посмотрите отрезок постоянной длины, то получите астроида.